Сейчас пол восьмого утра, у моей младшей доченьки сегодня день имени. Николета, поздравляю тебя с днём имени. Хроняшу пола, я ты юртышу. Спасибо. А по-русски? Спасибо. Вот она уже получила подарок. Вот такие лошадки, пони, единороги. Вот они. Сейчас она завтракает, собираемся в школу. Такой маленький такой. Чуть побольше, смотрите, какие у них гривы. Какие у них гривы. Также мама, папа. Покажи вот этих больших, покажи на камеру. Так лучше. Смотрите, какие волосы у них. Поверни. Какие гривы у них. И хвосты. И вот это тоже. И у них что есть? У них есть здесь заколочки. Такие. А где ещё одна? Ты одну уже прицепила, наверное. Потом... А, вот она. А потом есть вот такие вот наклейки. Наверное, на них лепить как-то вот сюда, куда хочешь. И две расчески. Покажи расчески. А, вот две расчески. Вот такие. Один гребешок. И одна вот такая вот щётка. И вот это вот какие-то, наверное, заколочки. Волосы собирать. Да? Да. Ну, потом. Потом придёшь со школы, будешь играть. Завтракай. Прямо на завтракать с ними. Спасибо. Пожалуйста. Хорнепула. Пью кофе. Заварила себе греческий кофе. В Греции называется греческий. В Турции турецкий. Просто заварила. Вот. И я с утра ничего не могу есть. Завтракать. Потом, через полтора часа где-то, я проголодаюсь. А сейчас я пью кофе. Всем доброе утро. Так, ну что, сегодня я буду убираться. Потому что вечером придут гости. Поздравить Николеты с днём имени. Так, диван я уже заправила. Потому что он был в разобранном виде. После выходных в квартире обычно творится, как после бомбёжки. Вот мой диванчик. Я уже его обоправила. Открыла немножко окно. Пускай проветрится. Так, на улице у нас сегодня что? У нас, я смотрю, какие-то облака там, тучки вернее. Ну, солнечно, нормально. Нормально, он там какая-то тёмная туча. Ну, в общем, ночью там был дождь. Надеюсь, надеюсь, не будет вечером. Хотя, какая разница, мы куда-нибудь пойдём. Так, вот эта ёлка наша. И так, всё это надо убрать. Вот картины стоят, я их до сих пор не повесила. После лета, после покраски, мы покрасили стены. Так, всё вот это нужно убрать. За столом. Что творится за столом? За столом дети у нас вчера, позавчера вообще все выходные делали поделки. Всё вот это надо, этот свинарник убрать. Так, пойдёмте на кухню. На кухне висит, сохнет мужа толстовка. Так, что у меня на кухне? Ну, так, на кухне более-менее. Сегодня днём готовить не буду, у меня есть с вечера еда. Вот, так, немного, конечно же, приберусь. Так, давайте теперь зайдём в спальню, посмотрим, что у нас в спальне. У нас кровать ещё не заправлена. Надо заправить кровать. И самое главное, это вот эта вот. Это гора гладёжки. Гора гладёжки, которую сегодня вряд ли получится перегладить. Вот, в спальне мы покрасили этим летом стены. Они такого бежевого цвета у меня теперь. Не знаю, как видно. Так, вот у нас картина, до сих пор она стоит на полу, которую надо повесить. Также мы купили зеркало. Зеркало вот в магазине Юске. Скандинавский магазин, не знаю, какая фирма, Швеция, Дания, в общем, Скандинавия. Такое зеркало на Black Friday, оно стоило, полцены было. Стоило оно 100 евро, от 100 евро 50. Вот, я решила купить себе зеркало, потому что за все годы, которые я здесь живу, у меня нет в квартире нормального большого зеркала, только в ванной. Ну что, будем убираться, вытирать пыль, пылесосить, полы мыть. Потом мне надо в супермаркет скупиться на стол вечером, на ужин. И что еще? И вот все вот это. И себя как-то надо привести в порядок, потому что вид у меня... А еще что у нас, какая фигня, ребята, это вот у меня вот такая вот штучка, которая, ну затычка вот эта, да, в раковине, в ванной. И она опускается, если хочешь набрать воды, да, и поднимается. Но она у меня опустилась, а подняться не поднимается. И это уже у нас такая катавасия неделю длится. Мастер не приходит, мы ему звонили два раза, он сказал, придет, придет. Вот сегодня, завтра, послезавтра кормит нас завтраками, и так и не приходит. И поэтому я вынуждена, что я делаю? Я ставлю вот сюда вот такую вот мисочку. И мы чистим зубы, умываемся, все в эту мисочку. Надо побольше, наверное, мисочку поставить, потому что это мало мисочки. Ну, в общем, все это я потом выливаю в унитаз. Короче, совершенно не годится такое дело. Вообще, в Греции с мастерами беда. Они тут себя считают, я не знаю кем, королями, я не знаю, принцами. Они могут договориться с тобой, я приду, назначить день. Причем время они не говорят. Они говорят, я приду завтра, я приду послезавтра вечером, я приду там в пятницу утром. Ты можешь отпроситься с работы, запланировать все свои дела, сидеть, ждать всего, а он просто-напросто не придет. И вообще, они тут так себя ведут, как будто бы они такие важные персоны, и ты в них нуждаешься, никуда не денешься, подождешь. Вот так вот. Это такие вот мастера у нас в Греции. Мастера у нас в Греции. Мастера у нас в Греции. Короче, у меня было очень много забот и хлопот сегодня, потому что я готовила стол, праздничный стол. Вот смотрите, какое платье подарила ей моя мама. У меня голос, короче, окончательно сел, моя заловка, она врач, и она говорит, у тебя, наверное, что-то, не что-то, а именно воспаление голосовых связок, и надо что-то попить. Ой, вот ей подарки подарили, мама моя кучу одежды принесла, а я одну и второй дочке моей, ну, в общем, вот это я принесла. Вот такую красивую блузочку. Вот такие вот штанишки спортивные. Они тоненькие, они тоненькие, классные носки. Очень много носков теперь у нас. Это было в таком пакетике. И для старшей дочери она принесла вот такие вот носки. А, что-то я их себе хочу забрать вообще-то. Вот такая кофточка, она теплая, с фламинго, видите, как они блестят. И она теплая-теплая, в общем, такая, знаете, как с начосом. Потом еще вот такая вот блузка, вот такая вот классная блузка. Вот это, видите, как интересно сделано, это все старшей дочери. А, покажи, что тебе тетя моя принесла. Сестра моего мужа принесла ей. Она очень хотела вот таких вот троллей. Недавно посмотрела мультик. Блестящий голый тролль с такими волосами интересными. Вот такой, у которого нет лица, и он просто вот такой вот, просто волосенки. Это были, кстати, брелоки. Но малая хочет, не хочет брелоки, и попросила меня обрезать эти ниточки. В общем, они вот такие. Ей очень нравятся тролли. У нее есть... А какой у тебя есть? У что? Какой есть? У тебя вот эта есть, розовенькая. Как ее зовут? Поппи. Поппи. А ты хочешь... Кого хочешь? Ты хочешь... Я хочу... Кулонари. Кулонари. По-русски я не знаю, как он называется. Бранч по-английски. Кулонари по-гречески. Хочешь вот эту диджей. Они вот видите, как в виде брелоков сделаны. Я хочу здесь. Вот эти. Чесароки. И хочешь вот этого. А, вот этот смешной такой червяк какой-то. А вот тех страшных мультиков, у которых зубы здоровенные. Не хочешь? Хочу. Тоже хочешь? Да. Покажи платье. Встань, покажи платье, которое тебе бабушка подарила. Мою маму она называет бабушка. По-русски. А свекровь мою, которая греченка, она говорит по-гречески. Я-я. Я-я это бабушка по-гречески. Классное платье. Ты же хотела розовое. Вот тебе, пожалуйста, с розовым. Мама, я хочу, как это, как это, пони. Попуц я? Не, не надо. Пони, пони, пони. Пони мы уже показали. Хвости ушли. Смотрите, что у меня творится на кухне. Мне все это надо собирать. Когда я все это буду собирать, не знаю. Вот это вот спонакопита, это пирог со шпинатом. У меня есть рецепт. Найдите видео. Здесь я готовила пюре. Остатки вам показываю. Это моя свекровь. Готовила баранину с картофелем в духовке. Куриный рулет мы уже съели, нечего показать. К сожалению, еще я готовила суфле. Суфле это макароны. Макароны, вернее, лазанья с четырьмя, нет, с тремя видами сыров и со сливками. Как-нибудь сниму рецепт. Или, по-моему, у меня есть даже рецепт. Новогодний стол. Вот прошлогодний, новогодний стол я делала суфле. По-моему, там есть этот рецепт. Вот. Вот тарелки. Все это надо мыть, убирать. Когда я это буду делать, я не знаю. Также у нас было... Вот разные десерты. Это кто-то коробку порезал. Вот. И... А, сейчас я вам покажу. Это очень вкусный пирог шоколадный. Он прям такой мокрый, пропитанный вот этим сиропом, шоколадом. Очень-очень вкусный. Я раньше не любила шоколадные десерты. А после вот... Вот этот только я... Я торты не люблю шоколадные. А вот этот я просто замилую душу. Завтра буду с кофе. Утром, утречком с кофе буду пить. Вот это вот я хотела вам рассказать про вот эти вот... Извините за обедки. Рассказать вам про вот эти вот штучки. Это такие пирожки. Не пирожки, как вам сказать. По-гречески тыропитаки. Но они не совсем обычные. Они вот... Моя свекровь только такие делает. И, к сожалению, я не знаю рецепта. Надо у нее спросить. Вот. Ее мама такие пекла. С сыром внутри. Очень-очень вкусное. Очень мягкое. Такое песочное тесто. Очень вкусные. Сырные такие. Даже не знаю, как их назвать. И вот это вот печенье. Свекровь моя печет. Это из миндальной муки. Берется... Я не знаю, сколько миндаля. Этот миндаль перемалывается. Затем 15 яичных белков. Все это с миндальной мукой перемалывается. Затем миндаль режется на вот такие вот... Ну, часть миндаля режется на вот такие вот пластины. Вот. И что еще сюда входит, я не знаю. Ну, как-нибудь я, может быть, сниму рецепт. Хотя я не умею их делать. Умеет только моя свекровь. Мне надо будет снять рецепт. Когда она будет печь, я сниму рецепт вместе с ней. Офигенная. Вот именно кто увлекается вот здоровой едой. Да, это без муки, только белок, миндаль. И, ну, единственное, что здесь есть сахар. Офигенно. Давайте я вам один разломаю и покажу. Это без муки, только миндаль. Очень-очень вкусная вещь. И еще один десерт у нас остался. Половинка десерта. Вот такой рулет. Вороди вкусный. Ну, я очень много всего съела, поэтому я дурлет даже не пробовала. Вот мне убирать все вот это со стола. Хорошо, что у меня есть машинка посудомочная. Пили мы вот такое вино красное. Последнее время я предпочитаю пить красные вина. Потому что от белых вин у меня... Я не знаю, почему. У меня болит голова. Вот. Греческие вина, ну, так скажем, они специфические на любителя. Вот. Ну, в принципе, неплохое. А я сегодня в таком виде. Ну, вроде бы, как помыла голову, сделала макияж. Ничего так. Выгляжу нормально. Но голос, конечно, у меня как будто бы я злоядлая курильщица. Вот. По домашнему, в домашней обстановке я просто платье надела, но не стала надевать туфли. Так в тапочках и ходила. Вот. Теперь пришло время. Завтра школа. Дети пойдут в школу. А уже время позднее. И пора спать. Я не знаю, как я завтра встану. Рано. Мне еще со стола собирать. Я готовила сегодня очень много всего. У меня не было совершенно времени снять. Я сниму вам праздничный стол на Рождество, когда я буду готовить. Я вам сниму и покажу. Все. Целую всех. Всем пока. И увидимся на следующих выпусках влог масса.